В деревне Чижа Канинского сельсовета в этом году планируется возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта жилым помещением. Населенный пункт вошел в число 9 сел, определенных департаментом здравоохранения Ненинского округа, в которых папы будут возводиться в первую очередь. Кроме того, в муниципалитете планируют капитальный ремонт здания Дома культуры и строительство жилья для оленеводов. Возведение модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Чижа запланировано на текущий год. Здание будет состоять из двух зон с отдельными входами – общественной и жилой. Как считают в Канинском сельсовете, такой вариант поможет решить и кадровый вопрос, так как жилье для приезжего специалиста уже предусмотрено. Актуальным для муниципалитета остается и строительство нового здания Дома культуры. Дома культуры у нас достаточно старый. Конечно бы нам хотелось новое здание. Помещений нам не хватает. Но учитывая, что у нас сейчас две крупных стройки идет, вернее одна стройка идет, вторая планируется, поэтому мы подождем. Возможно, настанет тот счастливый год, когда нам новый Дом культуры построит, пока мы обойдемся капитальным ремонтом. Особенно остров в Канинском сельсовете стоит вопрос обеспечения жильем оленеводов. В очереди 28 человек. Девять из них планируется обеспечить жильем уже в этом году. Земля для строительства домов в селе Несь подготовлена. Подрядчик тоже определен. Квартиры для оленеводов. Подрядчик готов начать строить в этом году. Он строит на свои денежки. Когда жилье будет полностью готово, под ключ, оно будет выкупаться. Потом уже предоставлено. Нет, не муниципалитет. Оно будет выкупаться департаментом строительства. И затем уже будет перераспределяться среди оленеводов. А в Приморско-Куйском сельсовете в этом году очередь из числа оленеводов на жилье будет закрыта. По словам главы муниципалитета Виктора Таратина, дома уже построены и в ближайшее время будут распределены. Тем временем среди проблемных вопросов для сельсовета остается ликвидация несанкционированных свалок. В нашем сельсовете на сегодня три судебных решения. Одна по ликвидации свалки жидких бытовых отходов в поселке Красный и по свалке в Куево-Сколково. Сегодня мы готовы проводить торги по Красному. И будем ликвидировать эту свалку до 1 сентября 2019 года. Это покои у нас отстрочка до следующего года и поскольку в этом году мы тоже должны ликвидировать несанкционированное место размещения отходов. Что касается благоустройства территорий, в поселке Красное продолжится обустройство зоны отдыха, начатой в прошлом году. Напомню, Приморско-Куйский сельсовет стал участником приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. В рамках которого до 2024 года на благоустройство муниципалитета будет выделяться ежегодно до 3 миллионов рублей.